Привет, друзья! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на Кухню Умелой Хозяйки. Сегодня у меня самый ленивый в мире пирог. Рваный пирог из лаваша. Это просто находка. Продукты любые, минимум активного времени на приготовление, на выходе всегда очень вкусный, ароматный пирог. В описании под видео указано количество ингредиентов. Подписывайтесь на мой канал, найдёте много вкусных и простых рецептов. В миску рву лаваш. Можно, конечно, нарезать, но разницы никакой. В пироге этого заметно не будет. Поэтому вот так вот на небольшие кусочки просто хаотично нарываю. И теперь сюда можно добавлять любые ингредиенты. У меня сегодня красный сладкий болгарский перец. Я его очистила от плодоножки, от семечек. Нарезаю сначала на полосочки, а затем на небольшие кубики. И всё это отправляю к лавашу. Вообще все продукты просто соединяем. Затем я сегодня взяла несколько помидоров. Тоже нарезаю на небольшие кусочки. Сюда можно добавлять любые колбасные изделия, сосиски, кусочек отварного какого-то мяса. В общем, всё, что душа ваша пожелает. Нарезаю мелко свежий укроп. Тоже отправляю в миску. И сюда яйца куриные. Затем наливаю молоко, соль, перец по вкусу. И я натираю кусочек сыра. У меня моцарелла. Подойдёт любой сыр, который хорошо плавится. Ну и всё, собственно говоря. Основа теста, так сказать, готова. К этому времени обязательно духовка уже должна быть разогрета на 180 градусов. Потому что, как видели, всё готовится буквально за 5 минут. Самое главное, выпекать этот пирог не в разъёмной форме, поскольку жидкая часть теста потечёт. И пирог не получится. Поэтому подойдут любые керамические или, как у меня, силиконовые. Пирог выпекается при 180 градусах 30 минут. Выкладываю его на поднос. Посмотрите, какой румяный, красивый пирог получается. Сразу же разрезаю, поскольку в нём сыр. Есть этот пирог вкуснее, когда он горячий. Сыр тянется. Это просто объедение. Друзья, обязательно готовьте. Добавляйте любые продукты. Это лучший способ использовать те продукты, которые никто не ест. Любые колбасные изделия, сосиски, копчёности, всё что угодно. Пирог каждый раз будет с новым вкусом, но всегда вкусный. Если рецепт понравился, поставьте этому видео лайк. И не забывайте подписываться на канал. И нажимайте на колокольчик. Всем желаю мира и добра. Пока!